и так доброе утро дорогие друзья доброе утро из иерусалима и мы продолжаем изучать тору как написано из циона выйди тора у 2 рашем и слова бога из иерусалима вот добрый день еще раз почувствуйте оцените великую вообще радость того в какую эпоху мы живем что мы можем сейчас находиться в разных концах мира при этом при этом значит что мы делать можем мы можем спокойно слушать с таким волшебным прибором каким-то компьютер или телефон слова которые выходят из одного места в мире слышать их в другом месте в мире это фантастическая вообще реальность которая мы оказались в моем детстве даже фильмах такого не могли представить я помню был фильм алиса в стране чудес и даже не не могли представить вот когда показывали будущее что так она будет даже не так показать не могли со всеми их там спецэффектами они не могли представить каким будет ближайшее будущее прошло всего там 20-25 лет так что дай бог чтобы мы увидели что будет через 25 лет и наверное будут конечно чудеса такие я думаю что 3 храм это как такая как голограмма спуститься с неба и потом материализуется где-то так хорошо значит а мы продолжаем изучать то от чего зависит появление третьего храма то чего зависит вся жизнь человека больше всего же человека зависит от того что и как он говорит то есть своими словами своими мыслями своими решениями своими описаниями интерпретациями историями например когда человек говорит я мечтаю о чем-то моя цель это я думаю так своими словами каждый строит свой мир и мы сейчас изучаем законы эта книга называется лошонара шмирата лошон сохранение языка эта книга называется сохранение языка было бы очень смешно если бы кто-то сейчас зашел случайно в этот момент и чем они занимаются то язык сохраняют ну то есть если так это услышать можно же понять совсем по-другому вот шмирата лошон это как сохранять язык свой от зла шумер пиво лошино шумер мецерат на вшо как говорил царь соломон что-то сохраняет свой рот и свой язык сохраняет от сород от страданий от неприятностей свою душу все мы изучаем как это делать значит хавицхаем он мы пока находимся только в предисловии и он нам говорит в этой части предисловия так он говорит как я эту книгу составил я говорит изучил весь талмуд всеми дрожим и дрожим это предание еще были до талмуда значит все книги закона учителей которые книги аллахот законом и так далее все книги решением и оттуда я собрал все законы связанные с злоязычием из со сплетнями и разбил эту книгу на две части одна часть посвящена запретом лошонара запретом злоязычия а вторая часть она посвящена законам сплетничества это две разные вещи сплетничать и говорит лошонара это две разных вещей мы глубоко разберемся в каждой из них и поймем чем отличается сплетня от злоязычия и как как надо себя вести в каждом случае чтобы этого не делать значит здесь он рассказал о том как он построил эту книгу она состоит из двух частей первая часть это он собрал все запреты второе он привел все источники разъяснил то есть он так хавицхаим автор этой книги он его называли то на наших дней он жил в городе радин сто лет назад и он знал всю тору всю тору он был глава еврейского народа и знал всю вообще тору хавицхаим мы к уроку приложим его биографию вот мы приложим его в биографию что вы могли о нем почитать увидеть что это был за величайший человек и насколько он при этом был скромный значит он говорит почему назвал первая часть книги он назвал макор хаим источник жизни его звали хавицхаим жаждущий жизни к первой части видео назвал ее источник жизни почему потому что по торе значит дебур шибе адам разговор сила разговора или разговор умение говорить что которая есть человеке это идет от силой его души его живой животной души можно так назвать на это же хая которая в нем как сказано в книге берешит когда бог сотворил человека бог когда сотворил человека там на прям так написано в самом начале тоже написано так и и стал человек не пышка я когда бог вдохнул в него свою душу в человека то стал человек живой душой и там есть перевод антелоса на аромейский язык леруах мималелла рот мималелла это дух говорящий значит дух говорящий то есть кто такой человек дух говорящий душа животная душа есть у всех животных есть животная душа у кошек собак лошадей и все 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 живые существа них есть животная душа это как программа инстинктивная программа которая управляет всеми инстинктивными процессами в человеке на чек спит но он же не умирает он же не забывает как дышать у него все запрограммировано а в какой момент человек становится человеком и несет ответственность за себя в момент когда он начинает говорить это уже человек в этом отличие и поэтому главное за что человека судят судят это за что он несет ответ когда приходит в грядущий мир это за то что он жизненно говорил есть там будет такое выражение что даже сиха калабин и швы и что даже легкий разговор между мужем и женой ему потом на небе придяют все придяют представляете значит то говорить дальше хаффетсхайм он говорит нам следующую вещь что насколько насколько он говорит важная важная значит эта часть торы что всевышний даже всевышний он так сказал что если человек очень осознанно относится это написано в медраж в медраж раба дабы медраж раба значит там есть это очень древние книги написано так там что если человек очень и гата значит если он осознанно работает над своей речью то всевышний в награду убирает от него я царара убирают от него его животное начало злое начало здесь надо понять кто не знает как работает человек должен понять что если человек от 2 как бы внутри два начала одно называется доброе начало другую злое начало доброе начало одно связано с душой человека и со всевышним то есть бог создатель мироздания добро любовь он хочет только добро и он дал это добро но он дал это добро в такой очень очень крутой форме форме такой что человеку он дал возможность заработать это добро чтобы человеку приятно было каждый может вспомнить какие деньги вам больше приятны те которые вы заработали или которые вам дали в виде так просто на тему ну ты же несчастный на тебе понятное дело что человеку приятнее намного когда он заработал своим трудом и он собой восхищается и людям восхищаются он победил особенно если это какая-нибудь победа на олимпиаде им все весь мир восхищаться смотри какой он работал трудился и победил герой или человек который не дай бог там у него какие-то как ник вучич например да и весь мир восхищается ник вучич у него нет рук нет ног а он работал учился он прямо написал четыре книги не сломался не сдался женился четверо детей понятное дело весь мир восхищается то есть он настолько он работал насколько этому тяжело удалось что он прям просто счастлив да теперь злое начало это животное начало в человеке которое просто животное внутреннее оно его это животное начало что оно говорит оно ничего не говорит это инстинкты теперь в вся жизнь человека это борьба между добрым началом между духовным началом и борьба между животным началом и доброе начало с помощью торы и заповедей торы и заповеди это как а средство интеллектуальное средство победить злое начало теперь идет вот эта вот борьба так сказал в этом медраше написано теперь нам понятно эта фраза тот кто внимательно осознанно следит за своей речью что это значит слава богу бог поможет там и так далее то есть он не хочет нигде не обмануть не сказать злословие не сплетни ничего тот кто внимательно осознанно следит за своей речью написано что бог от того убирает ецерара вот это животное начало конечно это даже можно проследить за собой что когда ты начинаешь осознавать свою речь то ты начинаешь управлять собой своим телом понятно да теперь дальше и дальше добавляет что как известно что тот у кого есть намерение избавиться от этого греха этот грех он пишет лошонара это самый один из самых мощных грехов и тот который незаметный и который человек делает чаще всего по как rbl как по привычке не осознавая он говорит но если есть намерение мы сейчас находимся в предисловии этой книги и у меня есть намерение изучить этот вопрос глубоко и избавиться полностью от лошонара и от и от сплетничества в своей жизни то есть я ее изучаю сам для себя и с вами делюсь тем что я понимаю но говорит он нам очень такую оптимистичную вещь он говорит так что написано в талмуде в трактате йома что тот кто пришел очиститься тому помогают с неба то есть есть хотя есть в этом мире свобода выбора но всевышний он говорит так что если ты хочешь если у тебя есть намерение очиститься тебе с неба помогут если есть намерение запачкаться там дальше написано не помешают то есть это это свобода выбора это честно то есть выбирает но если ты уже намерение хотя бы вот правил сидишь уроки повторяешь делишься то есть если ты вкладываешь и искренне хочешь приблизиться ко всевышнему то нам помогут дальше дальше начинается предисловие уже теперь к первой части книги где мы будем изучать аллахот законы лошонара то есть как я уже сказал в этой книге есть отдельные законы злоязычия и отдельно законы сплетничества мы сейчас будем изучать в законы в начале злоязычия и здесь говорит нам сейчас нас предисловие к законом лошонара значит всевышний очень любит всех людей и любит народ израиля и значит он на всевышний дал тору дал тору для чего для того чтобы это как инструмент тора это инструмент да какой инструмент для того чтобы приблизиться ко всевышнему как можно приблизиться если мы не знаем о всевышнем такое тора это знание мы узнаем ободе теперь дальше поэтому сказал он нам очень отдаляться от всех плохих качеств от любого зла и особенно от лошонара от злоязычия и от сплетничества почему потому что и теперь идет объяснение почему такой вот ну казалось бы ежевече более страшные убийства там и так далее он говорит нет вот смотрите лошонара злоязычия это корень всех ссор ссор которые переходят в более активную ссору есть просто ссора а есть маца это когда уже люди начинают друг друга бить и дальше через это может прийти человек кровопролитию и дальше значит ну и так далее есть запрет в то ли такое что лот амод аль дамрея не стой на крови своего ближнего как раз здесь имеется ввиду что нельзя говорить такие вещи которые приведут к кровопролитию давайте посмотрим как в жизни это работает возьмем например возьмем например из примера вот таких которые мне сейчас приходят в голову когда злоязычие приводила приводила к к чему к ссорам и кровопролитию до миллион случаев я вам скажу так что вы можете даже проверить как это работает лично на своем опыте очень все просто например что такое злоязычие это когда ты говоришь вещь которая правдивая и которая обижает человека вот вы можете проверить как злоязычие приводит к кровопролитию поедете в люберцы есть такой город люберцы подмосковье например ну не обязательно люберцы любой город похожий по названию и по менталитету на люберцы или даже можно в нью-йорке заехать в какой-нибудь район бронгс там или в гарлем любой район подойдите к какому-нибудь глупо выглядящему здоровому такому человеку охраннику например какого-нибудь заведения с таким самым глупым лицом и скажите ему просто вот прямо лицо вас очень глупо и наверное вы охранником работаете потому что у вас мозгов не хватает где-то в другом месте работает просто скажите ему вот примерно или что-нибудь другое что вам в нем не нравится выберите просто по-честному искренне что вам в нем не нравится и скажите это будет злозычие злозычие прям конкретно и посмотрите на результаты скорее всего результат будет как раз кровопролитие то что здесь нам хапецкама говорит что он вас скорее всего и забьет ну прям на месте и забьет и все поэтому мы видим здесь что действительно злозычие она является причиной ссор причиной даже кровопролития теперь двигаемся дальше двигаемся дальше дальше он приводит пример он говорит смотрите но я же еще глубже если глянуть если глянуть глубже то получается что злоязычие стало причиной вообще смерти в мире он говорит чего начался вообще история человека первого был первый человек он был с богом самых лучших прямых отношениях бог ему сказал что смотри это делай это не делай вот тебе весь мир твой весь мир твой обрабатывать землю кайфу все твое все твое теперь значит но но вот это дерево и не трогай плод познания добра и зла дерево познания добра и зла его не трогай не трогай все теперь приходит змей и что говорит змей он говорит а бог сказал значит вам что от всех деревьев бог сказал вам что от всех деревьев сада кушать нельзя от этого она женщина говорит нет бог нам так не сказал зачем ты говоришь это неправда бог сказал от всех деревьев кушайте только от этого дерева не кушайте змей и говорит а он сказал от этого дерева не кушать он вот от этого дерева кушал и сотворял мир это самое крутого дерева а он вас так обманул наверное он боится чтобы вы стали таким как он чтобы тоже начали сотворять миры и он не наговорил лошонара он не наговорил в это же на всевышнего это еще раз вот тут мы пока не разбираемся точно где лошонара из три разных разновидности есть разновидность называется амоции шамра когда человек выдумывает гадости на другого это неправда если лошонара когда он говорит гадости на другого но это правда а есть третье сплетничество когда он передает то что он слышал передает дальше это все мы нюансы изучим целая книга об этом в общем змей занимался лошонара теперь дальше и дальше от этого пошла смерть в мире там все грехи пошли дальше теперь что еще интересно значит и он пишет хавицкаем тот кто говорит лошонара тот уговорит злая зыча он этим самым присоединяется к этому змею вот этому первому змею который и принес злой смерть в мир представляете страшное дело и дальше он говорит а почему евреи попали в египет в рабство давайте посмотрим почему евреи почему йосефа братья продали написано в книге берешит прямо в книге берешит написано и приносил йосеф дебатам это сплетни плохие плохие слова плохие слова на на своих братьев своему отцу то есть йосеф йосеф он был праведник царик но он приходил к братьям приходил к отцу и говорил вы знаете папа значит братья братья там же были было у якова было четыре жены две жены это были лея и рахель и и им дал лаван их отец дал им служанок жены эти служанки были тоже его его дочери то есть не были как сестры по отцу зильпа и беля и были у якова двенадцать сыновей от четырех жен но старшие старшие как бы братья которые были сыновьями леи старшей жены да он они первое женился они называли называли своих братьев от служанок рабами и но они были они были сыновья рабынь то есть можно было это было правда но это была обидная правда это было как раз лошонара которая вот в чистом виде то есть это была правда но очень обидная и йосеф он приходил и рассказывал об этом отцу это он передавал получается лошонара и он сказал что так и так теперь что дальше получилось все в этом мире очень связано мера за меру что сделали братья с йосефом что они сделали продали его в рабство представляете и получается он называл братьев рабами и в медраж работах и написано значит что за это за это они его продали в рабство и там интересная вещь написано то есть по закону он мог отцу это рассказать воспитательных целях он хотел как лучше он хотел чтобы отец на них повлиял чтобы он их исправил написано в медраж раба не помог ему никакое разрешение то есть он сделал знаете как есть в талмуде очень интересная история которая показывает как как вообще вся система работает значит был такой раби иуда раби иуда и у него стисло 400 кувшином вина значит стисло у него 400 кувшином вина и сказали ему мудрецы и фашфеш марба масса значит пускай господин наш он был их учитель проверить свои дела он говорит вы что думаете что я что-то мог сделать согрешить сделать что-то противозаконное против всевышнего они говорят а ты что думаешь всевышний просто так будет делать наказание без причины он думал 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 говорит я ничего не могу найти что сделал неправильно нет у меня греха я не знаю где Я согрешил, не знаю, ничего не могу найти. Если вы знаете, скажите. Они ему говорят, хорошо, скажем, значит, у тебя работал арендатор твой, да, которому ты сдавал землю в аренду, виноградники. И арендатор, он собирал урожай, отдавал, часть урожая отдавал тебе, часть оставлял себе. И ты у него, у этого арендатора, забрал, силой забрал часть виноградной лозы. Он говорит, секундочку, я же его поймал на воровстве, он у меня украл, он мне недоплатил. И я у него забрал, пошел, забрал виноградную лозу. А они ему говорят, что вор у вора украл и вкус воровства почувствовал. В чем здесь был нюанс, что когда, например, один у другого что-то ворует, забирает, то тот может свою вещь, это его вещь, он может ее, конечно, не отдавать и вернуть обратно. И даже забрать у него может. Но когда один у другого забрал вещь, прошел год, он пришел к нему домой, не в суток, а к нему домой. И забрал у него люстру, ковер, забрал у него еще какие-то вещи. И потом он, когда его поймала милиция, он говорит, смотрите, он у меня в прошлом году украл. Милиция скажет, секундочку, за то дело надо было подать заявление, и мы бы разобрались. Но так как ты заявление тогда не подал, и нет решения суда, что он у тебя украл, а сейчас мы тебя явно поймали, что ты у него в квартире выносишь у него мебель, люстру и так далее, тогда, получается, мы тебя будем судить за воровство. И его мы будем судить за воровство. Но вы оба воры. Понимаете? Получается такая вещь, получается такая вещь, что сказали они это рабе Иуде, что ты действительно у него забрал эту лозу, но это уже другая лоза. Он тогда сразу вернул эту лозу, и написано, что произошло, какая сила раскаяния, что уксус вино-то было стише, 400 кувшинов, превратился в вино. Талмуд говорит, нет, 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 вы не так рассказываете эту историю. Вы рассказываете эту историю не так. Не уксус обратно превратился в вино, а уксус подорожал и стал стоить дороже вина. Поэтому он не потерял, и получилось, что он исправил свой поступок, когда он вернул арендатору, и все вернулось. То есть я хотел эту историю рассказал, чтобы мы видели, что как этот мир устроен мера за меру. Иногда проходит время, и человек получает то же самое, что когда-то делал кому-то. Поэтому Йосеф, он с лучшими намерениями сказал про братьев Лошонара, с лучшими намерениями. Потом его продали в рабство. Все, на сегодня мы заканчиваем этот урок. Мы еще раз поняли, какой огромный смысл, огромный смысл есть предостерегаться, предостерегаться Лошонара. Еще раз добавлю, что из-за злоязычия не зашли, потом Израиль не зашел в землю Израиля, когда получили Тору, из-за греха разведчиков. Поэтому мы должны остерегаться, и скоро мы уже узнаем, представляете, целая книга об этом, что конкретно, нельзя говорить, какие нюансы. На каждую он приводит примеры Хафетскаем, жаждущей жизни. Он прожил, кстати, 94 года, и до последнего момента он был главой еврейского народа, ездил, был прекрасным в трезвом уме и в огромной памяти. Поэтому мы видим, что действительно, тот, кто предостерегается и тот, кто сохраняет свою речь, то у того будет все великолепно. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Все, пока. Пока не закончим эту книгу, лучше молчать вообще. Субтитры сделал DimaTorzok